Дистанцированно, скромно, за чашкой чая с соблюдением всех мер безопасности проходит в этом году презентация нового творческого сезона в стенах Дворца культуры Северского трубного завода. Сегодня дворец переживает процесс поэтапного выхода из режима ограничений. В сентябре стартовала кампания по набору в детские коллективы любительского творчества. В настоящее время в ДК их семь. Все коллективы практически пополнились новыми участниками, разновозрастными, от самых маленьких детей до подростков. Пришли к нам много желающих заниматься. И о чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас коллективы уверенно смотрят в будущее. Это говорит о том, что есть студийность в коллективах. Это говорит, что в коллективах воспитывается преемственность. Второй год подряд на площадке ДК действуют группы раннего развития «Дворцовики». Занятия ведут опытные специалисты по трем направлениям – музыкальная культура, ритмика и театральные игры. А с этого же года для юных поклонников художественной гимнастики на базе ДК открывается новое направление. У нас начала работать секция художественной гимнастики. Это для детей от 3 до 12 лет. И Сайкина Ольга Николаевна, Исайцева Ольга Николаевна приходит сюда. Это будут два занятия в четверг и воскресенье. А еще сегодня был звонок от гуру йоги, я бы так сказала. Юлия есть такой человек, который долгое время занимается именно дыхательными практиками, развитием здорового образа жизни. Но это индивидуальный подход. Каждый выбирает для себя. Но кому-то и это интересно. Вот она тоже предложила свои возможности. С 10 октября начинается набор и в коллективы любительского творчества для взрослых. В ДК будут танцы. Это будет в чем-то любительская группа по работе со взрослыми людьми. Я думаю, что мы ставим такую задачу. Более того, звонков очень много людей, которые бы хотели развиваться, держать спину и просто в свое удовольствие танцевать, независимо от направления танцевального. Поэтому мы тут не преследуем научить сальсе, латиноамерикане или еще что-то. Тут у каждого свои нюансы. Но танцы для взрослых, умение двигаться, здоровье. Сотрудники дворца постоянно находятся в поиске новых идей и форм работы. Креативный молодой коллектив ищет то, чем же можно зацепить полевчан. Новые направления, например, школу ораторского искусства для мальчиков и девочек 13-18 лет. Мы предлагаем для тех, кто любит юмор, школу КВН для участников 10-13 лет. Мы предлагаем для тех, кто любит играть или учиться на музыкальных инструментах гитару, кружок гитары. Для тех, кто любит декоративно-прикладное искусство, пожалуйста, мы зовем в школу рукоделия «Креатив», где специалисты дворца культуры от умения построить правильно, грамотно выкройку до изготовления изделия помогут создать вам свое креативное авторское изделие. Все преподаватели, работающие в стенах ДК, это профессионалы своего дела, говорит Инна Клюева. Отдавая своего ребенка на танцы или в театральную студию, знайте, они попали в руки высококвалифицированных специалистов. Я всегда запрашиваю лицензию на право деятельности, законности, чтобы здесь не навредить ни духовно, ни физически, чтобы мы понимали, что это не сбор шарлатанов, то есть за этим мы тщательно следим над содержанием, программой, потому что в конечном итоге я понимаю, что все, кто сюда приходит, я лично персональную ответственность несу за все, что здесь происходит. В этом творческом сезоне ставка сделана на развитие авторского творчества и поддержку самобытности нашей территории. Дивиз же коллектива ДК СТЗ – это креативные решения в любых условиях. Досуг малышей и занятия в творческих коллективах проходят в безопасных условиях. Ограничительные меры внесли новые нотки в организацию деловых встреч и корпоративных мероприятий. ДК СТЗ сегодня – это открытая площадка для мастер-классов и фотосессий. У нас есть то, чего нет в других фотостудиях, у нас есть большие пространства, то есть можно пользоваться этим. И уникальные интерьеры, которых больше нигде нет. Сегодня, несмотря на то, что на календаре октябрь, сотрудники ДК заняты поиском эффективных решений для проведения новогодних представлений. Здесь мы тоже постарались по-новому взглянуть на эти мероприятия, предлагая мероприятия также и для детей, и для взрослых. Это будут мероприятия, причем для детей разного возраста, разные. Мы в этом году решили, чтобы, так скажем, удовлетворить все потребности на любой вкус, готовятся две детские новогодние программы для большой сцены Дворца культуры, где будут совершенно два разных новогодних спектакля. Один спектакль будет ориентирован на детей дошкольного возраста, и один спектакль будет ориентирован на детей школьного возраста от 7 до 12 лет. Ну, как мы все понимаем, разные возраста требуют разного подхода. Это будет настоящий домашний праздник. Не забудут ВДК в новогодние праздники и о людях постарше. Для них также готовится программа. В числе же ближайших заметных событий осени – это конкурс красоты и тепла «Мамина вселенная», посвященный Дню матери, отчетные концерты образцовых коллективов и премьеры спектаклей. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.